всем привет мои дорогие гитарные дрочеры добро пожаловать на мои диванные гитарные обзоры сегодняшнем выпуске я представлю вашему вниманию вот такой вот пиздатый инструмент электрогитар называется перес кастом 22 красивая гитара как и все гитары от фирмы перес очень немногим фирмам удается то что удалось этой конторе то есть создать свое лицо в плане дизайна инструмента обычно делается как берется дизайн фендера или гипсона чуть-чуть изменяется голова чуть-чуть изменяется контур корпуса и все вот эти изменения они как правило минимальны потому что если они чуть больше чем минимальный то уже взгляд не доходит привычных ему контуров и покупатель обламывается а создать что-то свое которое бы настолько же было привлекательным как и гипсон фендер вот удается очень немногим мне кажется это очень сложно у переса удалось действительно контуры очень такие привлекательные мягкие очень ненавязчивые в то же время прям всего просто со вкусом и пиздата давайте приступим голова на голове у нас тут имеется подпись пол ведь смита вон золотыми буквами тут красуется вообще даже мне кажется такое что половине успеха гитар пол ведь смит именно половина успеха этих самых инструментов половине опять как это сейчас о половина успеха электрогитар пол ведь смит происходит именно от личности самого пол ведь смита из-за его личной харизмы он такой есть благостный улыбается рассказывает про свои гитары постукивает по ним кстати говоря сегодня на обзоре у меня специальный инструмент для того чтобы выявлять так сказать краски тонн вуда спасибо гитарной лаборатории за вот этот вот волшебный молоточек пользуйтесь скидкой шустрая залубка когда будете к ним приходить за услугами так вот про пола рида смита пол рид смит сделал первую гитару для своего преподавателя в колледже из которого пола благополучно выпиздывали насколько я помню и занялся с тех пор уже просто изготовлением конкретно гитарный заказ и так он изготавливал их изготавливал изготавливал до тех пор пока не решился создать свое предприятие набрал заказов в магазинах на свою продукцию принес сказал вот блять вот такие гитары буду делать как у ебать ну давай партию ты нам предоставь вот тебе расписка о том что мы от тебя ждем дохуя гитар пришел со всеми этими расписками кассирша так улыбнулся в банке постучал по дереву сказал вот смотрите мне нужно дохуя денег чтобы построить завод от меня ждут ну если так ну держи соколик он такой спасибо славная и таким образом сделал а уже завод по производству электрогитар все получилось молодец мужик давайте посмотрим что у него тут дальше на голове происходит на башке мы видим колочки колочки очень интересные потому что здесь какие-то флажки установлены эти флажки лочат струну вместо того чтобы сзади крутить гайку здесь это нужно делать здесь на внешней стороне но не сказал бы чтобы это очень удобно было и вот эта нашлепка которая сверху она еще увеличивает диаметр штока колка и это делает эти колочки очень такими спортивными в кавычках не хорошем смысле слова потому что тонкая настройка удается только когда придрочишься а пока не придрочился пока скорость с которой ты крутишь вот этот бутон в эту ручку такая же как на других гитарах пич уезжает в южи очень быстро вниз или вверх чтобы опустить нужно вниз дохуя опустить потом плавненько по микрону там это все поднимать короче колочки я бы не сказал что охуенные переворачиваем видим что на колочках здесь написано кроме того что это пирес еще maddie in germany и видим еще цифры по этим цифрам нихуя ничего понять толком невозможно здесь вот гитарные традиции во всей красе хуй знает что короче этот набор цифр не то блять 2006 год не то 96 не то 86 понимаете друзья мы тут нужно подключать уже знаете комплексный подход для определения даты изготовления этого инструмента если мы учитываем что перес кастом 22 изготавливается начали в девяностом году а в девяносто седьмом произошло изменение вместо этих колочков с надписью maddie in germany и флажков спереди уже ставились другие колочки где только сверху остались вот эти черные нашлепчики то у нас остается вместо трех вариантов один вариант 96 год так что мы понимаем что эта гитара 96 года ну еще и пятка пятка зима блять поэтому отдельный значит вопрос отдельная история с этими пятками блять голова вообще выглядит пиздата мне кажется очень такие лаконичные ласкающий взор изгибы красиво очень такая скромная нашлепочка которая закрывает срам ну могли бы мне кажется сделать ее из дерева например как как нить пиздата как это делают ну предположим те же самые китайцы и бонес вот здесь вот видите еще и насверлили кастом очень красиво здесь сделано так ты чего не фокусируешься кастом сейчас ну-ка вот вот здесь это нашлепочка сделано из красивого дерева и там высверлили кастом прямо так все очень очень кастомого действительно круто выглядит она пересе как-то так поскромничали ну ладно едем дальше порожек порожек выполнять свои функции хорошо струны в нем не застревают и обратите обращаем внимание на угол наклона башки его практически нет заебись это очень хорошо кроме того обращаем внимание на то как колочки располагаются то есть углов больших преломления стул в порожке здесь нет и это очень хорошо сказывается на стабильности строя если мы берем электрогитару гибсон то видим что у нас тут угол большой вот смотрите и из-за этого угла как раз на гипсонах постоянно бошки отлетают волокна дерева идут вот так соответственно поперек волокон мы получаем угол и если играешь быстро 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 16 их приходишь на три старые все башка катапультируется нахер кроме того смотрим внимательно вот эти вот колочки разнесены далеко и поэтому здесь угол еще получается больше он еще и туда и в сторону и поэтому третья струна в основном когда на которой мы много бэндов делаем она очень очень хуёво себя ведет в плане стабильности строя здесь таких проблем нет это очень радует причем новый дизайн как я уже говорил он не поломал эту эстетику гитарную выглядит башка мне кажется пиздата что еще интересного до валюты здесь нет но она и не нужна собственно мне кажется при таком небольшом угле на сустейн это вообще никак не сказывается все по моему это все просто дичь дичайшие сказки про то что это на звук влияет на сустейн влияет нихуя это ни на звук не на суставе не влияет какой угол у башки это влияет просто я подозреваю на то что есть отлаженное производство с определенными параметрами и менять это производство возможно и нахуй не надо если гитары так продаются здесь производство было построено с нуля и поэтому вот взял палец не сделал другой угол и молодец едем дальше лады у нас тут не зельберовые красивые гриф гриф между прочим из мухагонии ну-ка берем специальный молоточек этот молоточек как раз для уже профессиональных древесных слухачей гитарных фунфурье и послушаем как звучит гриф вот вы слышите да это мощно а послушайте вот просто послушайте здесь на этом молоточке смотрите специальные есть вот такой вот элемент давай фокусируйся специальный элемент чтобы можно было простукивать гитару между струн вот видите вот этот маленький маленький писюн сейчас мы его засунем вот сюда между струн и ну-ка вот так вот а вы думали хер собачий нет ну давайте заодно и топ послушаем это между прочим клён о и жоп слышите какая разница в звуке недаром пол ритт смит сначала прежде чем делать гитару так кладет сюда немножко дерево такого сюда такого и потом и баллоне и баллоне по-русски ебала по-английски и баллоне как и баллоне как пиво в сиськах это вот тот материал из которого делается эти птички дело в том что мать пола рида смита была орнитологом и частенько брала его с собой приходила к нему в комнату игра что-то тут судишь и судишь от судить геморрой на жопе вы сидишь а ну марш гулять птиц наблюдать будем он такой мама мама сейчас подожди я думаю над инкрустацией такая шелска зала гулять все-все вот такой хватило за шкирку гулять а он тут значит учет и что-то думает с карандашиком плетется за ней это 1 ворона 2 ворона записали ворона и тут хуяк значит какая-то ворона я половину я подозреваю так может быть не все не так было но почему бы не так хуяк и какаху сюда прям на гриф выстрелила и полный смен с моря такой ебать ковырять вот такие будут у меня инкрустации на грифе потом пришел домой обвел эту какаху и думает а дальше что взял справочник орнитологический и срисовал оттуда птичек а птички у нас здесь какие сапсан дальше лунь калибри крачка ястреб коршун синешейка буревестник и вот то что из какашки образовалась орел ну не знаю конечно естественно я думаю может быть все было не так но я думаю что орла придумали потом сначала сюда ворона покакала вот эту какашку на 2 а потом уже для приличия сказал что это орел инкрустации в пиздячный в дерево между прочим хорошо нет никаких вокруг разводов и канав непонятного значения клей оттуда не это понимаешь не разливается по всему грифу выглядит очень красиво очень эстетически прям заебись чего к сожалению не скажешь о краях накладки ну этой самой окантовочки здесь нет ну естественно вы все понимаете почему нет потому что пол ридсмит конечно же он печется о том чтобы его дерево звучало наилучшим образом окантовочка любая она конечно звук очень сильно закрепощает но все это понимают а кто не понимает я не собираюсь вам ничего доказывать блять для у меня передача для тех кто слышит они для глухих но вот и вот эти вот краешки они конечно поганят всю картину у переса репутация таких безупречных гитар там вот это вуд лайбрари блять хуябрари они в девять седьмом году кажется да в девять седьмом это лайбрари они организовали что там ну просто все high-end high-end пиздец кастом приказ там ну и при этом у них ножки ладов вот так вот паршиво начинают вылезать и лак весь идет по пизде под этими ножками ну не знаю не знаю как-то не очень вяжется вот эта концепция супер гитары где все по высшему классу с таким пиздецом но с другой стороны гитара 96 года я провожу и пальчиком ничего не происходит вот четырнадцатого года сухар у меня был вот там так безболезненно нельзя проводить было ну вы видели все этот обзор а кто не видел посмотрите ну вот может быть конечно шлифовали эти лады но явно явно ничего не делали с лакокрасочным покрытием которое тут конечно оригинальная между прочим в отличие от гибсона она хорошая то есть не мутнеет не идет краклюром раньше времени то есть такого пиздеца не происходит замечательно заебись если не считать вот этого пиздеца который устраивает ножки ладов которые раньше не обкусаны то все нормально дальше идем видим корпус вот у нас здесь топ сделанный из клёна и вот такая вот якобы окан . но это не окантовка как я вам сказал окантовка она очень закрепощает звук вот а если окантовку убрать нахуй то звук сразу сочный как мед он прямо вот так вот течет так такой звук классный и фишка в том что это просто не покрашенный клён здесь он имеет такой приятный очень какой-то как будто земляничный цвет не знаю как назвать розовый земляничный клубничный или что-то такое красиво переливается на солнце вот этот клён вот этими вот полосочками все заебись а здесь он просто не покрашен и получается такая псевдо окан . а может быть дело не звуки а может быть дело в том что просто-напросто чтобы сделать нормальную человеческую окантовку как на гипсоне нужно произвести еще одно действие тут нахуй не надо просто сойдет но с другой стороны и хуй с ним потому что гитара и без этой окантовочки гипсоновской выглядит очень красиво и тут тут пол ритмит молодец и сэкономил и эстетически выглядит все хорошо топ-топ замечательный у пола и смита есть такая фишка с тем топом там цифра 10 это якобы очень пиздат youtube но если честно я не вижу разницы никакой между просто топом и тем топом что здесь пиздатый топ что там тоже пиздатый топ такого пиздеца как на гипсонах на пол ритмитах я не видел еще ни разу чтобы топ был блять наборный из какого-то говна из паркета спиленого такой жопы я на пересах не встречал ну не знаю может быть через 50 лет они уже начнут маразме делать но пока что все что я встречал все заебись выглядит так что круто едем дальше у нас тут находится в специальных луночках 3 крутилочки это громкость это тон а это как вы думаете что блять галетник вот слышите хрусь хрусь вот это конечно пиздец этот галетник это ебала страшная тут написано блять смотрите 0 1 2 3 как это надо древние шизы как считают 0 хуячок мудачок и так далее а галетник то 5 позиционный а положение 10 нарисовано ну ебала фантастическая я хуевая кроме того непонятно в каком положении он находится то есть чтобы переключить датчики мне нужно сначала его крутануть например полный вперед и потом на ощупь отщелкать какое-то положение до нужного сколько-то раз щелкнуть это очень неудобно ну блять если бы уж делали галетник хотя галетники конечно не лучший способ переключать датчики мы сделали бы блять как у чехов это как у нормальных этих гитар делает смотри вот оба все видно все переключается мгновенно все легко это делается без всяких проблем здесь нанесены вот эти вот иероглифы которые нам рассказывают о том в каком режиме гитара работает и переключается это все очень быстро об середина конечно теребонька еще проще потому что можно ударом мизинца и и туда-сюда гонять и это очень удобно во время концерта когда нужно быстро переключиться с одного режима на другой его же по теребоньке и все получается здесь блять я не знаю в каком бреду это могло в голову прийти зачем этот галетник ебучий просто полный пиздец им пользоваться неудобно надо вот так вот чик 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 как будто сейф фильмах итальянских старых блять вскрывать о стоп 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 сейчас все давай тяни вот такая же здесь ебала кроме того посажены эти штучки в специальные углубления вот смотрите это очень клёво мне кажется потому что плоскость 1 в которую выстроены вершины вот этих цилиндриков и это радует глаз это прикольно хотя конечно луночки высверлены так как будто какое-то круглое сверло сюда заебенивалась с одной стороны хорошо что допуск есть но с другой стороны вот те же самые китайцы делают это гораздо более аккуратно вот таким вот образом но с 95 года чпу на заводе prs используется и я не понимаю почему сделать это лучше точнее вот эта гитара уже я думаю чп уж на то есть не мужик там как на заводе музей мастрогал это все кстати колочки вот эти колочки они немецкие германии это вообще родина всех механизмов на земном шаре я так чувствую и даже на фендерах колочки на например моделях лету были сделаны в германии в маркной кирхене там же где и делались все эти наши любимые музей мы ну или не любимые кому как пятка пятка это какая-то жопа она как написано для стабильности сделано но мне кажется что не стабильности ради пятку такую огромную начали в 90-х лепить а просто от того что удобнее и зажимать на каких-нибудь там своих приблудах чтобы строгать гриф конечно полный пиздец доступ к верхним ладам шикарнейший вот этот дизайн представляет охуенный доступ к верхним ладам но вот эта пятка она конечно портит кайф потому что гладкий пиздатый гриф идешь 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 наверх наверх и тут хуяк блять такое ощущение что вдруг тебе в руки попала гитара из г соло 2 или там тоника какая-то вот это вот квадратная пятка конечно здесь нахуй не нужна при такой-то всей красоте вот это вот дичь да не неприятно удивляет что однако здесь есть еще пиздатого а вот пиздатый это вот этот вот бридж бридж по заебись казалось бы невозможно отдельно регулировать мензуру хотя и бывает бриджи с возможностью вот такие в рапораундные но это не страшно выставляешь мензуру по первой и по шестой струне и дальше все уже в принципе тут у них рассчитано так что пиздеца не получается но преимущество его в том что нет участка струны который издает ненужный звон этот звон очень хорошо слышно во время игры на хайгейне когда играешь риф делаешь паузу в рифе и слышишь как будто кто-то какой-то полуэйтсмит стучит вот так вот по струнам вот так вот здесь этот звон остается только у головы а на жопе этот звон отсутствует благодаря этому бриджу элементарная простая конструкция я не знаю почему другие фирмы так не делают по моему ну куда проще и нету этого говеного звона в паузах шикарная задумка вот тут все просто замечательно мне кажется опять же все дело в том что изначально гитары ну вот например возьмем какую-нибудь старую вундервафлю вот на старых вундервафлях вот такие вот струнозацепы были которые крепились к жопе еще со времен акустических инструментов вот вот этот струнозацеп дальше все это говно шло на бридж бридж даже и не закреплялся на корпусе он просто елозил туда-сюда куда угодно бридж выглядел вот таким вот образом вот потом сделали уже вот такую штуку как на гипсонах то есть было сначала и здесь были вот эти струнодержатели а потом сделали вот этот стоп-бар но объединить на гипс они так и не додумались стоп-бар с бриджем и вот это вот оно очень сильно звучит и поганит поляну так что тут перес просто молодцы заебись здесь я поставил свои тире бой эти самые пимпочки потому что стрэп-локи здесь и нужны здесь форма такая которая не подразумевает сбрасывание ремня соловьев естественно никаких в жопе не имеется все в этом плане хорошо ну что замучил я вас пиздежом давайте послушаем как гитара звучит и так хуяк ни хера себе как дерево просохло и резонирует вот что называется с 96 года сохнуть ну ладно если вы не слышите я вам ничего доказывать не собираюсь давайте послушаем бридж но если честно конечно слишком сильно чистый канал перегружается когда работает бридж поэтому против часовой стрелки один щелчок и мы попадаем на внешние отсечки звук пиздатый прям такой на стратокастерный очень очень колючий ебучий и еще один щелчок это средняя позиция это получает у нас внутренние только уже теперь не параллельно а последовательно вот такой вот звук но напоминает да миддл и теперь еще один щелчок против часовой стрелки и и такая же точная хрень как и было два щелчка назад и так кто не чувствует разницу возможно она есть а возможно его попросту нихуя и нет и так вот я уже запутался сучий потрох блять вот этот крутилкой так это у нас бридж дальше внешняя отсечка ну-ка и теперь внутренняя отсечка внешняя отсечка внешне в блять это ебала я вам скажу да похлеще чем фаут гетты короче говоря мне кажется что в позицию номер два и номер четыре звуки практически не отличаются и самая-самая крайняя позиция против часовой стрелки это нэк ну по-моему нэк как нэк в заебательски звучит все что от нэка требуется он нам дает теперь давайте слушать джи джи переключение ся и слушай но по-моему заебись флажолетики прям очень-очень кайфово звучат есть гитары на которых флажолеты почему-то не высекаются то есть берешь его прям вот-вот изо всех сил флажолетишь а он сука чуть-чуть пукнет и все и дальше куда-то исчезает вот здесь как я думаю мне представляется причина вот этого быстрого исчезновения флажолетов и хреновое их извлечение как раз кроется именно в материалах вот не загадочный тембр а именно вот то что флажолеты пью на каких-то гитарах есть на каких-то нет вот это вот возможно как раз из-за того что из разных материалов гитар изготовлены ну в общем звучит то заебись бридж на перегрузе давайте послушаем вот эту самую отсечку внешнюю и ну пизда то все и теперь еще одна все заебись и теперь нет вот так она звучит очень очень удобно пользоваться ручкой громкости она здесь не мешает играть и при этом находится достаточно близко чтобы пальчики могли до нее доставать конечно не хватает теребоньки которая бы позволяла переключаться между датчиками и не хватает разных уровней громкости на эти два датчика было бы конечно пизда да как на гипс нехуяк переключился на клин хуяк переключился на перегруз да это было бы удобно но ладно мне так кажется возможно я не прав что перес это гитары не столько для музыкантов сколько гитары для диванных любителей то есть для людей у которых там вот есть деньги на перес вот они их и покупают там всякие не знаю врачи бизнесмены еще кто-нибудь вот такой средний и выше класс и для них вот эти все вещи которые например важны для меня чтобы вышел быстро вот тебе клин чтобы ногами там ничего не нажимать чик вот тебе пожалуйста перегруз для них это все вообще не имеет никакой разницы им в кайф сидеть вот так вот щелкать это все дела и они это все покупают на ура музыканты есть которые пользуются пересами их очень много самый известный конечно карлос сантано наверное половина успеха ну или так одна треть успеха это мне кажется харизма пол ридсмита вторая треть успеха это то что он создал пиздатый харизматичный дизайн очень красивый и выглядит гитара потрясающе и третья треть успеха это я думаю карлос сантано который был самым первым по моему 85 году он начал индорсить prs и сделали для него пол рид такую гитару она чуть-чуть отличается от этой формы у него такая жопа побольше покруглее вообще карлос хотел все время гитары потяжелее чтобы у него были и изгэ который на котором на вудстоке играл вообще терпеть не мог фу говно легкая говорил срань какая-то они гитара ну и вот а есть еще немножечко там группа опыт там узака вайлда китаны за играл на перес еще там кое-кто питер фрэмптон но как-то это все так скромно мне кажется скромно по сравнению с другими всемирными брендами поэтому наверное наверное огромная армия легион диванных поклонников prs и обеспечивает как раз покупки этому бренду ну да и заебись я считаю очень даже и хорошо пускай так оно и будет теперь важные вещи я вам собираюсь рассказать подписываемся на мой канал и шамку им теребоньку ставим лайки хуяйки пишем о том что вам понравилось что мне понравилось гитарах prs может у вас они есть хотите поделиться какими-нибудь их особенностями и подписываемся на мой patreon 5 долларов например хуяк печатаем в окошечко и получаем платную подписку на мой секретный контент например обзор на этот инструмент был там еще давным-давно и куча других обзоров и обучающие видео его в топ видео так называемые лайфстайл видео все тоже там имеется так что не мелью имеем мелья блять не мелью имся сиськи не мнем и подписываемся далее подписываемся обязательно на спонсорство потому что практически каждую неделю выходит обучающий контент я подробно показываю как там что играть какие фразы где вибрато где глисанда и так далее и разжевываю вам буквально все по ноте можете обучаться материала там уже скопилось до хрена кроме того кроме того я вам хочу еще да конечно же смотрите гитарная лаборатория заходите туда шепчете им на ухо и получаете нихуевый скидон на все работы которые включают себя отстройку ну и теперь уже я хочу вам сказать действительно самое главное я всех люблю целую и обнимаю и да пребудет с вами этицкая сила пока богу оуууууу бл rejection